— Разрешите мне больше не убивать. Клиент с талоном номер сорок восемь. Подойдите к окну четыре. Второй раз неспешно продублировал приятный женский голос, пока Константин шел к сотруднику. Дойдя до нужного окна, он присел, протянув миловидной девушке свой номер. — Здравствуйте. Извините, пожалуйста, зачитался, не расслышал, — пояснил он. — Ничего страшного, — почтенно ответила девушка, улыбаясь. — У вас общепит, все верно? — Да, — робко ответил Константин. — Ваши документы уже проверяются. Позвольте задать вам несколько контрольных вопросов. — Конечно, — снова послушно ответил Костя. — Его уже предупредили, что при получении разрешения будут задавать вопросы касательно грядущего предприятия. Что-то вроде собеседования в посольстве США, когда больше важны не сами ответы, а то, как именно человек на них отвечает и как реагирует. — Вы знаете, как правильно содержать посуду, чтобы избежать отравления клиентов? Девушка по-прежнему улыбалась, однако теперь она словно вонзилась глазами в лицо Кости и пыталась что-то в нем разглядеть. — Я знаю, что есть правила. Не то чтобы я их забыл, но пока просто не успел выучить, — стал запинаться молодой человек и вспомнил наставление товарища, который и предупреждал его о собеседовании. — Не пытайся умничать, говори то, что знаешь или то, что думаешь по поводу вопроса. Этого будет достаточно. В общем, я знаю, что есть правила. — Уже смелее продолжил Костя. — Мы обязательно будем их соблюдать. Я наизусть не помню, но знаю, что посуда всегда должна быть чистая перед использованием. Следует ее сполоснуть и протереть полотенцем, предназначенным специально для этого. Естественно, мыть посуду с моющими средствами. Константин запнулся, но девушка не стала ждать продолжения и задала новый вопрос, по-прежнему непрерывно смотря на него и мило улыбаясь. — Хорошо. Знаете ли вы что-нибудь о кишечных инфекциях? — Опять же, общее представление я об этом имею, но рассказать подробно не могу. У меня в штате будет работать врач-диетолог. Кроме того, опять же, есть инструкция, по которой мы будем работать и соблюдать все положенные нормы. Вы осведомлены, что в случае частых жалоб или заболевания хотя бы одного вашего клиента, мы вправе прийти к вам с внезапной проверкой? — Да, конечно. — Хорошо, — заключила девушка. — Вам нужно будет немного подождать, пока проверяются документы. Как только они будут готовы, мы вас вызовем. — Константин молча кивнул и отошел от окна, уступив место следующему клиенту. Прокручивая в голове свои ответы, пытаясь понять, не сказал ли он какой-нибудь глупости, он прошел в зал ожидания и присел на один из гостевых диванов, на котором уже располагался мужчина в возрасте. — Ресторан? — добродушно спросил мужчина, очевидно скучающий, ровно так же ожидая своего вызова к окну. — Да, с другом решили открыть. Главное — получить разрешение, — ответил Костя. — Получите, не переживай, — подбодрил мужчина. — Сейчас с такими мелочами проблем нет. Сейчас ты даже медицинскую клинику легко откроешь, не то что раньше. Мужчина задумался, затем удивленно произнес, обращаясь не к кому-то конкретно, а будто констатируя какое-то чудо. — Никогда не думал, что буду говорить спасибо душегубу! — В смысле? — отреагировал Константин, заинтересовавшись последней репликой. Мужчина вернулся из воспоминаний, словно включаясь в диалог. — Я про серийного убийцу, но про бюрократа, — пояснил он. Поняв, что молодой человек не понимает, о чем идет речь, добавил. — Ты что, не знаешь об этом? — Нет, — ответил Костя с искренним недоумением. — А сколько тебе лет? — Двадцать пять. — А, ну и понятно, — уверенно прокомментировал мужчина. — Мне пятьдесят три. Когда это произошло, ты только родился. А в настоящий момент власти не то чтобы скрывают, но лишний раз не хотят подчеркивать причастность бюрократа к нашим комфортным реалиям. Вот скажи, ты знаешь такие слова, как СЭС, Роспотребнадзор. Слышал такие термины? — Нет, — снова удивленно ответил Костя, будто слышал нечто бредоподобное, однако понимая, что его собеседник абсолютно адекватный и здравый человек. — Ну вот, а ведь были такие структуры. Столько крови попили людям. Мужчина на секунду вернулся в свои воспоминания. — Это такие структуры, государственные, — стал объяснять он. Но они, как тебе сказать, я даже не знаю, они были вроде как государственные, но жили автономно, сами по себе. И занимались они тем, что приходили в учреждения с проверками, выписывали штрафы, брали взятки. Собственно, одно стимулировало другое. Понимаешь? — Костя покачал головой. — Ну вот, представь, приду я к тебе в ресторан, покажу государственную бумажку, в которой написано, что у меня есть право выписать тебе штраф за несоблюдение нормы содержания кухни. Затем найду нарушений скажу. Парень, у тебя есть нарушения, штраф тебе будет сто тысяч рублей. И ты понимаешь, чтобы тебе не платить столько, ты можешь дать мне, например, тридцать тысяч рублей. Тогда я закрою глаза на штраф, а ты заплатишь в три раза меньше, только в виде взятки мне. — Понял теперь. Константин задумался. — А если у меня не будет нарушений? — Ха! — живо отреагировал мужчина. — Такого быть не может. Когда приходили эти структуры, они прямо говорили, что нарушения будут в любом случае. И изначально договаривались о сумме взятки, потому что правила содержания объектов были невыполнимыми, фантастическими, если хочешь. Ты физически не мог выполнить того, что было прописано в правилах. — Подождите, — удивленно прервал Костя. — Как это сразу договаривались о взятке? И как это нарушения будут в любом случае? Они же приходили проверить, чтобы оно, учреждение, не нанесло вред потребителям, то есть в моем случае не отравило бы людей. Правильно я понимаю? На лице мужчины медленно растеклась улыбка. Несколько секунд он добродушно смотрел на Костю. — Я очень рад за тебя, парень! Рад, что ты задаешь такие вопросы! — наконец вымолвил он. — Если ты об этом спрашиваешь, то живешь совершенно в другом мире. Приходили они, конечно, для того, чтобы проверить учреждение, ты прав. Но это была формальная причина. А реальная — личная нажива. Ввиду того, что правила невозможно было соблюсти, всегда выявлялись нарушения, соответственно, всегда выписывали штрафы. Прийти они могли в любой момент, и, разумеется, регулярно это делали. Кроме того, существовало невероятное количество документов, которые невозможно было собрать и хранить у себя. Поэтому закрыть любое заведение было проще простого. Либо плати, либо сворачивай лавочку. Такой лозунг был у этих структур. Так что еще раз повторюсь, ты живешь в счастливое время. Сейчас тебе просто нужно собрать нехитрый пакет документов и сдать их. Затем прийти через неделю, пройти собеседование, на котором, как ты и понял, проверяется твоя адекватность, забрать документы и идти работать. А с проверкой к тебе придут только если возникнут какие-то очевидные недоразумения в твоем ресторане, отравления или массовые жалобы. Тебе ведь сотрудник сказал об этом. Так? Костя кивнул. Так вот, даже если придут, будут проверять как положено и по-честному. Если ничего не найдут, то и не тронут. Просто приходить они к тебе будут без предупреждения и несколько раз в месяц на протяжении полугода. Так что, если есть какие-то реально опасные для людей нарушения, они по-любому за такое количество проверок вскроются. А если нет, так работай себе на здоровье. Вот так. Мужчина закончил и снова ушел в себя. Несколько секунд Константин переваривал услышанное. А при чем тут серийный убийца? — спросил он, вновь вырывая мужчину из собственных воспоминаний. — А, так это благодаря ему у нас все так просто и легко сейчас. Он, кстати, умер совсем недавно, несколько лет назад. Его так и не поймали. Он жил в другой стране. Ему было чуть больше, чем мне, около шестидесяти лет. Произошел несчастный случай. Авария, если точнее. Уже в больнице, находясь в тяжелом состоянии, бюрократ обозначился, кто он такой. И, более того, презентовал свою книгу, которую написал заранее. Поручил близким дать ей ход в печать. В ней он подробно описывал события двадцатипятилетней давности. У нас ее печатать запретили. Но все, кто в курсе, вроде меня, естественно, нашли способ ее прочесть. А молодые, вроде тебя, по сей день ничего не знают. Оно и правильно. Надо сказать, что сейчас государство делает все для того, чтобы люди жили именно как люди. Вот вам, молодым, и неинтересно копошиться в прошлом. Зачем? Если есть доходы, комфорт, соцпакеты. В общем, все же хорошо. Зачем копаться в грязном белье прошлого? Кстати, в конце книги бюрократ написал, что ни о чем не жалеет. Костя посмотрел на окно, к которому должны были его пригласить. Там сидел очередной клиент и заполнял какие-то бумаги. Он порадовался, что еще есть время послушать мужчину. «Расскажете?» — спросил он. «Конечно!» — ответил тот. «Тебе, парень, повезло еще и в том, что его историю ты узнаешь максимально правдивой. Я тебе расскажу все, как было. На основании того, что помню я, и на основании того, что он писал в своей автобиографии. В общем, дело было так. В том году, когда все началось, бюрократ пришел в очередную госструктуру для получения какой-то справки. Сам он был владельцем нескольких элитных ресторанов, и у него постоянно возникали какие-то документальные проблемы. Пару ресторанов даже закрыли, хотя на той же улице, на которой закрыли его рестораны, располагались различные задрипанные кафешки, которым претензий почему-то ни у кого не было. Однако, как выражался он сам в своей книге, за один только внешний вид можно было бы докопаться. Грязные окна, разбитая лестница, кривые вывески. Достаточно посмотреть снаружи для того, чтобы понять, что происходит внутри. Так вот, придя за каким-то очередным документом, он столкнулся с проблемой. Служащая ответила, что ничего ему не даст, потому что нет другого документа для получения того документа, за которым он явился. Чтобы ты понимал, служащие подобных учреждений выглядели совсем не так, как эти милые девушки. Мужчина указал рукой на окна, в которых сидели молодые сотрудницы, всегда приятно улыбающиеся клиентам. Там было иначе. Как правило, это были возрастные женщины, с плохо расчесанными, свернутыми в пучок волосами, или зачесанными вверх, будто у них на голове находился цветочный горшок, только из волос. Это я к тому, что их вид сам по себе очень сильно раздражал людей. Они никогда не улыбались, тон их был недружелюбный и обвинительный, будто ты изначально виноватый, пришел к ним, аки провинившийся школьник, просящий учительницу не ставить очередную двойку. В самих кабинетах всегда пахло задхлостью, старостью и бредом. Ты не ослышался. Именно пахло бредом. Это такой специфический запах, который, надеюсь, ты никогда не почуешь. Вся эта обстановка, вкупе с регулярными проблемами, которые на ровном месте придумывали госструктуры, довело бюрократа. Кстати, его настоящего имени так никто и не знает. В другой стране у него был паспорт с иностранным именем. Что-то щелкнуло у него в голове, что-то сломалось. Точка кипения достигла предела. Он сказал «Хорошо, я принесу вам недостающий документ». Собрал все свои бумаги в папочку, спокойно развернулся и ушел. Обо всем этом на тот момент, естественно, никто не знал. Вся эта информация рассказана им в своей книге. А для моего поколения все началось с другого. Однажды на одном из федеральных каналов показали новость, дескать, совершено очередное убийство, третье по счету. И по почерку убийцы следствие сделало вывод, что это один и тот же человек. Впоследствии выяснилось, что СМИ хотели скрыть этот факт. Но в то время уже было очень много независимых каналов в интернет-пространстве, куда в свою очередь поуходили многие хорошие журналисты, подавляемые властью. Они, используя этот независимый ресурс, охотно освещали то, что официальные СМИ пытались скрыть. Поэтому в какой-то момент, когда серийным убийцам уже вовсю судачили в интернете, федеральным каналам пришлось рассказать, вроде как они вовсе ничего и не скрывали, а лишь хотели убедиться, что их предположения верны. Вот, наконец, выяснили и показали. К тому же пришла пора предупреждать людей, так как убийца не просто убивал абы кого. У него действительно был почерк. Жертвами становились служащие госучреждений, непосредственно участвующие выдачи документов, в проверках от Роспотребнадзора, сотрудники, выписывающие штрафы. В общем, все те паразиты, которые на самом деле были или взяточниками, или кабинетными вредителями для обычных предпринимателей. Он убивал их в разных местах, засовывал в их рот кипу разных документов, до того огромную, что часто из-за этого челюсть жертв разрывалась, в лучшем случае был вывих. И самое главное, он оставлял записку, на которой была напечатана фраза «Разрешите мне больше не убивать». Когда эту новость показали по телевизору, все, конечно же, напряглись. Однако, не скрою, что возникло и другое чувство, какого-то короткого удовлетворения, что ли. Скажу тебе, что это чувство возникло не только у меня, но и у многих других людей, потому как надоели народу эти бессмысленные терроризирующие структуры. И люди, работающие в них, уже не воспринимались как люди. И в дальнейшем народ молчаливо следил за развязкой целого спектакля, который устроил бюрократ. Затем, в течение нескольких недель, по федеральным каналам то и дело сообщалось, что вот-вот убийца будет пойман. Что остался буквально один шаг, он уже в западне, его уже выследили и даже установили личность. Но убийства продолжались в том же виде, с теми же записками. Сотрудники этих госучреждений массово начали увольняться, боясь стать потенциальной жертвой. Это не работало. Пару человек было убито уже, будучи уволившимися. На этот счет бюрократ писал в своей книге следующее. «Сам факт места работы не играл для меня роли. Я считаю, что если человек там работал, он уже не изменится никогда. И уже успел подгадить многим, лишить их бизнеса, оставить семью предпринимателя без денег. Им плевать на это все. Они просто приходят и закрывают, или приходят и приносят проблемы вместе со штрафами. Нормальные люди так не поступают. И, уволившись, они не очищают себя. Пусть пытаются обмануть Бога, регулярно ставя ему свечки и ходя в церковь, а меня обмануть точно не выйдет». Наконец, в интернет-пространстве, на самых топовых ютуб-каналах все блогеры и журналисты как один галдели. Пора уже войти с ним в контакт. Он же не зря оставляет записки. И пока официальные представители власти или хотя бы полиция не вступят с ним в контакт, не попытаются понять, чего он хочет, убийство продолжится. Под давлением общества, наконец, было принято решение поддержать эту идею. В роли переговорщика выступил действующий в то время глава МВД. Зрелище было очень нелепым и странным. Однако давно не было такого, чтобы буквально вся страна сидела у телевизоров и с замиранием сердца смотрела выступления кого-то из госслужащих. Появился общий план, на котором мужчина в форме, с весьма неприятным, недовольным лицом, очевидно чувствуя себя неловко, медленно начал речь, проглатывая слова, словно школьник, что-то мямлющий себе под носу доски. «Я обращаюсь к серийному убийце». Начал он, все больше походя на проказника, которого поймали, отдергали за ухо и заставили извиняться. «В своих записках вы просите разрешить вам больше не убивать». «Так вот», он прокашлялся, «так вот, я представитель полиции нашей страны, разрешаю вам больше не убивать». На этом трансляция закончилась. Естественно, все жители страны с нетерпением ждали, что же будет дальше. Никто не сомневался, что убийца даст какой-нибудь ответ. И через несколько дней ответ был получен. Появилась новая жертва, а вместо записки был оставлен диктофон с аудиозаписью. С этого момента все события сразу освещались на ютуб-каналах, и лишь только потом поспевали федеральные, по телевизору. Поэтому ничего не получалось утаивать. На диктофонной записи прозвучал голос убийцы. Речь его была точь в точь, как у служащих Роспотребнадзора. Обвинительное, гневное, угрожающее, неприятное, отчитывающее. Он сказал, «Вы что, дали мне разрешение на словах? Вы в своем уме? Вы вообще чем думаете? Голова у вас на плечах есть? Да была бы моя воля, я бы вас вообще нахрен всех уволил бы и близко на километр к полиции не подпускал. Развели бардак, совсем башкой думать не можете. Мне нужны документы, и чтобы быстро были документы с подписью, печатью, все как положено, а не слова. Мало ли, чтобы мне сказали. Может, я это придумал. Так что, пока у меня нет разрешения, я продолжу убивать». С этого момента ему и дали прозвище «бюрократ». И снова в обществе возникла какая-то предательская волна удовлетворения. Вроде как гибнуты люди, но это же сотрудники этих поганых инстанций. Они же сами в этом виноваты. Взяли и разозлили человека. В общем, происходящее походило на нечто справедливое, пусть и жестокое, но была в этом какая-то праведность. Теперь, после такого, как представители власти уже попали в воронку общения с убийцей, они никак не могли игнорировать происходящее и были вынуждены выполнять его требования, иначе народ бы просто не понял. А изгнанные с ТВ журналисты только и ждали их прокола, мечтая задать вопрос. «Вы что, не будете делать требуемые документы? Допустите новые жертвы?» На федеральном канале снова появился глава МВД. Граждане расселись перед телевизорами, уже воспринимая эфир как очередную серию интересного сериала. Толкнув своим угрюмым голосом превью человек в форме поднял со стола лист бумаги и показал его в камеру, которая взяла крупный план. «Вот письменное разрешение на то, что вам разрешено больше не убивать людей. На бумаге действительно было написано «Я, фамилия, имя, отчество, глава МВД, даю официальное разрешение на то, чтобы вы больше не убивали. Число, подпись, печать. И вот новое убийство, новая записка. Почему нет разрешения президента? Я не могу остановиться, потому что глава МВД не является главным в стране, соответственно, ваше разрешение может быть недействительным. Вдруг главное лицо государство против?» Тут-то все четко и ясно поняли мотив убийцы. Первым делом стали проверять, кто из предпринимателей в последние месяцы имел конфликт с проверяющими инстанциями, чьё заведение закрыли, кто возмущался по факту проверок. Но количество людей, соответствующих всем этим параметрам, было несчетное количество. По сути, все предприниматели до единого. Без исключения. Следствие зашло в тупик. Не станешь же подозревать и допрашивать всех бизнесменов страны от мала до велика. Как ты можешь предположить, выступления представителей МВД, убийства и новые требования бюрократа действительно превратились в сериал, который длился несколько месяцев подряд. И хочу сказать, как ни парадоксально, но все больше людей не хотели, чтобы бюрократ был пойман. Зная, кто становится его жертвами, на них смотрели, как на некий расходный материал перед очередной интересной серией. Почти никто не испытывал сострадания и сочувствия к убитым. Все время бюрократ требовал новые и новые документы. И каждый раз спросил министра МВД медленно демонстрировать их в экран камеры, а также четко и ясно комментировать, дабы ничего не было забыто или упущено. Таким образом, выступления стали растягиваться на несколько часов, а зрители каждый раз сидели перед телевизором и смотрели с самого начала до самого конца, словно это была какая-то высадка человека на Марс в прямом эфире. Вот заключение экспертизы о том, что подпись президента является подлинной, в очередной раз покорно показывал и комментировал глава МВД. Вот экспертиза на экспертизу, которая подтвердила подлинность президентской подписи. Вот документ, который разрешает вам больше не убивать людей следующими предметами. Нож, пистолет, кирпич, камень, деревянные предметы, металлические предметы, домашняя техника, электричество. Вот документ, разрешающий не убивать вам в зданиях, построенных из следующих материалов. Из бетона, из дерева, из кирпича, из соломы, из картона, из поролона. Вот документ, подтверждающий, что убийство человека на территории нашей страны является незаконным действием, соответствующими подписями и печатями президента, главного судьи, главного прокурора, всеми членами Государственной Думы, а также пятистами случайными людьми, которые подтверждают, что такой закон действительно существует. К последнему документу прилагается подтверждение Следственного комитета о том, что в числе случайных граждан не было подставных лиц, все они действительно были случайными, а также приложение номер два о проведении и заключении дополнительного расследования и подтверждения подлинности приложения номер один. Вот графическая экспертиза, подтверждающая, что все подписи являются настоящими и принадлежат именно тем людям, которые указаны в документах, включая всех членов Госдумы и всех пятисот случайных граждан. Документы копились, часы выступления растягивались, а требования продолжались. В последнем выступлении вы не указали, какими именно размерами ножей им не разрешено не убивать, а также предыдущие пятьдесят документов уже просрочились. Перепечатайте и поставьте свежие даты, иначе они недействительны, требовал бюрократ. Где документ, что мне разрешено не убивать голыми руками? Нет документа, поясняющего людей, какой именно профессии мне разрешено не убивать. Вы не указали возраст тех людей, которых мне можно не убивать. Пока вы делали новые документы, еще пятьдесят последних просрочилось. Поменяйте даты и не вздумайте врать, у меня все записано, я все проверяю. Постепенно стали появляться большие организованные группы людей, которые не просто втихую, внегласно симпатизировали бюрократу, а которые откровенно поддерживали его, все больше и больше пополняя свои ряды. В обществе стали возникать митинги, обвиняющие правительство в происходящем. Дескать, если бы ни эти инстанции, ни эти дурацкие правила, ни наплевательское отношение к людям и ни постоянное давление ради личной наживы, то не было бы ни бюрократа, ни жертв. В общем, стал разгораться резонанс и волнение в народе. Разные политические партии, конечно же, подхватили эту волну и начали на этом играть, мол, если бы мы принимали законы, то не допустили бы подобного. Короче говоря, ситуация начала выходить из-под контроля. И вот на этой почве внезапно объявили, состоится срочное выступление президента. Все понимали, судя по всему, это и будет развязкой. «Господин бюрократ», — обратился президент по главному федеральному каналу, — «то разрешение не убивать, которое вы просите, больше не актуально. С завтрашнего дня в стране отменяются все старые правила для получения разрешения на ту или иную деятельность. Их больше не будет. А поэтому все требуемые вами документы больше не нужны». Достаточно простой бумажки. Если никто не имеет к вам претензий... Президент запнулся. Если никто не имеет к вам претензий в том, что вы больше никого не убиваете, то разрешение действует безлимитно, не требует никакого подтверждения, не требует никакого продления и никаких проверок для этого разрешения тоже не требуется. Вот вам разрешение от меня лично. Президент показал лист бумаги в камеру, в котором было написано «Я, президент нашей страны, разрешаю вам больше никого не убивать». Воцарилось молчание. А через несколько секунд вся страна одновременно зааплодировала. Это были самые масштабные аплодисменты в истории. Все 150 миллионов человек хлопали стоя несколько минут подряд. Они аплодировали не президенту, они аплодировали победе бюрократа. Тем не менее, людям хотелось продолжения. Бюрократ стал чуть ли не народным героем. Народ хотел его слышать, хотел видеть его записки дальше. Но в этот раз продолжение не последовало. Бюрократ перестал убивать и попросту исчез. Естественно, президент выполнил свое обещание. Все эти роспотребы, сцессы и прочие подобные дурацкие структуры были расформированы. Введение документаций упростилось до минимума. Получить разрешение на ту или иную сферу деятельности стало очень просто. Достаточно было всего лишь соблюдать здравый смысл в работе, не более того. В первые годы после произошедшего боялись проверять даже те учреждения, в которых действительно происходили нарушения правил. Возник перегиб в обратную сторону. Люди начали возмущаться, мол, проверьте уже наконец-то кафе, там люди травятся каждую неделю. Уже сто раз жаловались. Но затем, постепенно, все встало на круги своя. Проверки стали адекватными, только по необходимости. Люди все больше шли в мелкий бизнес, понимая, что коррупция в этом сегменте практически исчезла. И больше никто не сможет отобрать у них то, что они создают своими силами, своим умом и работоспособностью. Экономика страны огромными шагами пошла вверх. Двадцать пять лет назад наша страна была в десятки раз беднее, чем сейчас. Вот кто такой бюрократ парень, в том числе и ты ему обязан. Закончил мужчина и подмигнул Константину. — Не тебя зовут? — спросил он. — Клиент с номером сорок восемь. Снова дублировал женский голос. — Да, — произнес Костя, встал и быстро направился к нужному окну. Подойдя, сел на стул напротив все той же улыбающейся девушки. — Ваши документы готовы, — сказала она. — Разрешение подписано. Я вас поздравляю. Вы имеете право открыть свой общепит. — Спасибо! — радостно воскликнул Константин. — Не за что. Удачной вам работы! — попрощалась девушка и вызвала следующего клиента.